Здравствуйте! Дисциплина основы радиационной безопасности. Лекция номер 3. Понятие экспозиционные, поглощенные, эквивалентные дозы, мощности дозы, связь активности радиоактивного источника и дозы звучения. Также это еще единицы их измерения. Сейчас мы начнем. Итак, значит, первая подтема – это понятие экспозиционной, поглощенной, эквивалентной дозы и мощности дозы. Для начала есть такое понятие, как дозиметрия, то есть это измерение дозы или ее мощности. Доза ионизирующего излучения – это количество энергии, ионизирующей радиации, поглощенной единицей массы любой облучаемой среды. Понятие мощность дозы – это доза излучения в единицу времени. Основная задача дозиметрии – это определение дозы излучения в различных средах и в тканях живого организма. Само значение дозиметрии необходимо для количественной и качественной оценки биологического эффекта доз ионизирующих излучений при внешнем и внутреннем облучении организма. Также она необходима, чтобы обеспечить нашу радиационную безопасность при работе с радиоактивными веществами. Также с ее помощью можно обнаружить источник излучения, определить уже в дальнейшем его вид, количество энергии, а также степень воздействия излучения на облучаемый объект. Существует четыре вида доз. Первое – это экспозиционная доза, она обуславливается буквой Х, то есть это количественная характеристика поля, источника ионизирующего излучения, это бывает или гамма, или рентгеновского, характеризующая величину ионизации сухого воздуха при атмосферном давлении. Единица экспозиционной дозы – это кулон на килограмм. То есть один кулон на килограмм, он равен экспозиционной дозе фотонного излучения, при которой сумма электрических зарядов всех ионов одного знака, созданных электронами, освобожденными в облученном воздухе массой один килограмм, при полном использовании ионизирующей способности трех электронов, то есть она равна одному кулону. Следующая единица экспозиционной дозы, она такая традиционная или, как называют ее, несистемной – это рентген. Один рентген равен экспозиционной дозе рентгеновского или гамма-излучения в воздухе, при которой в результате полной ионизации на один кубический сантиметр сухого атмосферного воздуха при температуре 0 градусов и давлении больше 160, образуются ионы, которые несут заряд, равный одной единице заряда на каждый знак. СГС – это такая система единиц измерения. СГС, если проще сказать, это сантиметр грамм в секунду. Соотношение единиц, то есть один рентген, он равен, как мы видим здесь, 2,58 умножить на 10,1 степени, это получается кулон на килограмм, приблизительно так. Здесь мы видим эти понятия, здесь на презентации. Далее следующее понятие – это мощность экспозиционной дозы. По традиции экспозиционной дозы использовали в рентгенодиагностике, благодаря тому, что ионизирующая способность рентгеновского излучения для воздуха и биологической ткани приблизительно одинаковая. Однако при переходе к высокоэнергетическим типам излучения выяснилось, что есть такая ограниченность использования вот этой характеристики при оценке поглощенной дозы, особенно для живых организмов. И в связи с этим экспозиционная доза, она применяется для оценки поля источника излучения. А уже для понятия, для определения взаимодействия ионизирующих излучений именно с едой используется такое понятие, как поглощенная доза. То есть само понятие поглощенная доза, то есть это количество энергии, которое было поглощаемо единицей массы облучаемого вещества. Системная единица поглощенной дозы – это один джоуль на килограмм. Следующее понятие – это рад. То есть рад, если коротко на английском идет, поглощенная доза звучения. То есть она такая традиционная, внесистемная единица поглощенной дозы. Изотношение единиц идет как один рад, он равен 0,01 грамм. Грамм от Угрея. Для мягких тканей человека в поле рентгеновского или джоизлучения поглощенная доза в один рад примерно составляет экспозиционный в один рад. То есть понятно, да, то, что идет поглощенная доза примерно соответствует экспозиционной. То есть поглощенная доза на самом деле не зависит от вида или энергии ионизирующего звучения и определяет уже такую свою степень радиационного воздействия. То есть является такой мерой ожидаемых последствий облучения. И можно сказать, сделать такой итог, что одна и та же поглощенная доза может дать разные биологические эффекты. То есть для количественной оценки такого различия вводится понятие как взвешивающие коэффициенты для различных видов излучения и понятие эквивалентная доза. Эквивалентная доза – это мера выраженности биологического эффекта облучения. И как мы видим, здесь предоставлена формула для расчета эквивалентной дозы, где используют взвешивающие коэффициенты как множители поглощенной дозы. Далее, следующий вид доз, то есть мы говорили про поглощенную дозу, далее говорили третий вид – это была эквивалентная доза. И четвертая доза – это называется эффективная. То есть эта величина воздействия ионизирующего излучения, она используется как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека или каких-то отдельных его органов. И с учетом его такой радиочувствительности представляет такую сумму произведения эквивалентной дозы в тканях и органах тела. На какие-то соответствующие взвешивающие коэффициенты. Думаю, это понятно. Вторая под темой называется связь активности радиоактивного источника и дозы излучения. То есть понятие допустимой дозы радиации. Допустимый уровень радиоактивного излучения от естественных источников излучения. Или по-другому сказать, естественный радиоактивный фон в соответствии с нормативным документом может быть не выше, главное, не выше, чем 0,57, кажется, сотых излучения в час. Для оценки физических свойств радиоактивных материалов применяются такие величины, как активность радиоактивного источника, плотность потока энергии, поглощенная доза, экспозиционная доза и так далее. Для оценки влияния радиации на живые ткани применяется эквивалентная доза. Второй этап – эффективная эквивалентная доза и мощность эквивалентной дозы. То есть, как я говорила, поглощенная доза – это понятие количества радиации, которое поглощено веществом. Экспозиционная доза – это величина, характеризующая поглощенную дозу радиации и степень ионизации вещества. В системе КИ, ОСИ, как я говорила, система измерения, она используется как кулон на килограмм. Думаю, на этом все для третьей лекции. Спасибо за внимание.